Далеко не каждый человек готов узнать возраст своей смерти. Но участники нашего проекта пойдут на это, чтобы повернуть свои биологические часы вспять. Возраст вашей смерти 45 лет. Столько, сколько вам на сегодняшний день. Георгий Мартиросян, Александр Самойленко, Наталья Бочкарёва и другие звёзды готовы к продолжению уникального эксперимента. Я на самом деле хотела бы бросить курить. На помощь им придёт талантливый врач, кандидат медицинских наук, доктор Татьяна Шаповаленко. За 8 недель она поможет остановить старение и продлить жизнь. Но хватит ли сил звёздным пациентам дойти до финала? На этой неделе пациенткой доктора Шаповаленко станет актриса Наталья Бочкарёва, широко известная в народе как Даша Букина. Ну да, хватит начинать. Пойди погуляй. А, вот хватит погуляй, смотрите, любимая моя. Казалось бы, её бешеной энергии можно просто позавидовать. Но за сценическим гримом и яркой игрой доктор Шаповаленко видит то, что скрыто от зрителей. Наталья Бочкарёва. 29 лет, актриса. Видно, что она выглядит несколько старше своего возраста. Лицо уставшее. Определённо, наверное, она очень много работает и мало спит. И это мягко сказано. Актриса спит всего по 5 часов в сутки. Сегодня Бочкарёва востребована. Она боится упустить актёрскую удачу и старается везде успеть. Порой бывают моменты, когда не замечаешь даже дни и дни. И в этом безумном ритме жизни нужно найти время для трёхлетнего Вани и двухлетней Маши. Мы, мамы, наверное, живём для детей и ради детей. Недосып, постоянные стрессы. И в результате нервная система актрисы на пределе. Паника внутренняя начинается, когда не хватает воздуха, когда ты задыхаешься. Ко мне на съёмочную площадку приезжала скорая помощь. И мне сделали укол, успокаивающий, как-то приводящий нервную систему в нормальный ритм. Она слегка сутулится. Видно, что мышцы спины слабые. Небольшие излишки веса в области живота, бёдер. Скорее всего, просто ей не хватает времени на физическую нагрузку. Доктор Шиповаленко права. С лишними килограммами актриса борется не с помощью диет и упражнений. Ходит она, опять же, из-за нервного напряжения. Когда я нервничаю, я не ем. У меня пропадает полностью аппетит. Поэтому я худела. У Натальи синяки под глазами. Наверное, она много курит. И все ткани испытывают недостаток кислорода. Надо будет обязательно проверить состояние её лёгких. За свою жизнь Наталья выкурила более 100 тысяч сигарет. Для неё курение не просто привычка, а серьёзная зависимость. Даже во время беременности ей было сложно отказаться от сигарет. Доктор сказал, если есть какое-то внутреннее такое пожелание, ни в коем случае нельзя делать это резко. Он мне даже позволил выкуривать одну сигарету в два дня. Если я ей буду говорить каждый день, брось Наташу курить, брось курить, я пробовал это делать. Но я понимаю, что это ничего не даст. Это она должна осознать, она сама должна прийти к этому. Бочкарёва живёт на пределе своих сил. И старается не думать о том, что за это она расплачивается своим здоровьем. Родители Натальи, как и она, жили на износ. У меня сначала умерла мама, ей было 54 года, у неё был инсульт. Первый она инсульт перенесла на ногах. У неё было очень много работы, она постоянно работала. И даже не заметила, как случился первый инсульт, и мы этого не заметили. Она так же бежала, как вы? Я, наверное, ещё быстрее. Да, ещё быстрее. И потом, через какое-то время, 2-3 года, умер папа в возрасте 52 лет. Раз такая наследственность. Я думаю, что обследоваться самое время. Татьяна Шиповаленко с помощью несложных тестов проверит, какой вред нанесла Наталья своим лёгким за годы курения. Попробуйте надуть этот шарик. Набираем полную грудь и надуваем. Полный выдох здоровой женщины должен быть равен объёму не менее 2,5 литров. То есть игрушку объёмом 10 литров Наташа должна надуть за 4 выдоха. Не могу. Что случилось? Голова загружилась. Присядь. Ты смогла сделать всего 2 выдоха. За эти 2 выдоха ты не надула практически никакого объёма в этот шар. Это результат твоего курения. Следующий тест покажет состояние нервной системы актрисы. Теперь пробуем указательным пальцем правой руки. Максимально быстро дотронуться до кончика носа. Быстро. Это нос? Да. Это скорее переносится. Рассеянная реакция Натальи говорит о серьёзных неполадках в нервной системе. Чтобы узнать, насколько образ жизни актрисы разрушил её здоровье, она пройдёт детальную диагностику. С помощью уникальных сканеров мы заглянем внутрь Натальи. Увидим, в каком состоянии её лёгкие мозг, сердце, позвоночник. Обследование даст ответ на вопрос, сколько лет осталось жить Наталье Бочкарёвой. Она курит, но курит, и, соответственно, сосуды наверняка у неё сладенькие. Поэтому я ей сам рекомендовал много раз кофе не пить много. Потому что кофе выпивается просто литрами в день. Результаты диагностики получены. Доктор Шиповаленко готова вынести свой вердикт. Сосуды головного мозга. Но уже сейчас, в таком молодом возрасте, сосуды извиты. Где-то сосуды истончены. Где-то, наоборот, неравномерно утолщены. И, к сожалению, это чревато достаточно серьёзными сосудистыми катастрофами. Это, скорее всего, развитие инсульта. Посмотрите, во что превратились уже на сегодня ваши лёгкие. Вот то, что обозначено розовым цветом, это относительно здоровая ткань лёгких. Всё остальное – это расширенные, утолщенные бронхи, забитые слизью и мокротой. Родная сигарета содержит не только смолу и никотин, но и десятки токсичных веществ, которые медленно убивают организм изнутри. У многих курильщиков, Наташ, повышается уровень гемоглобина. Это плата, компенсация за то, что через лёгкие вы недополучаете кислород. И поэтому организм старается это компенсировать. Посмотрите, как по сосудам здорового человека быстро перемещаются красные кровяные тельца. Быстрый кровоток. И посмотрите, что у вас. Кровь бежит в сосудах очень медленно. Гораздо медленнее, чем это положено вам по возрасту сейчас. Это чревато образованием тромбов. Малейшая травма сосуда приведёт к образованию тромба в этом месте. Опасность в том, что этот тромб в любой момент может оторваться. Это смерть в течение 1-2 минут. И вот на сегодняшний день риск этого очень высок у вас. Итак, Наташа, ваш возраст смерти – 80-85 лет. Вы могли бы дожить до этого возраста. Но уже на сегодняшний день вам всего 29 лет. Ваш возраст смерти – 56 лет. Я даже в шоке. Я даже не знаю вообще, что сказать. При той ситуации, которую мы видим, у вас есть все шансы повторить судьбу родителей. Давайте попробуем за это время всё исправить. Хорошо? Отлично. Приговор доктора Шаповаленко подтвердил худшее образение актрисы. Она не может сдержать слёзы и при встрече с мужем. Тихо, ну чё ты у меня расстраиваешься? Сейчас ты будешь курить? Сосуды слабые. Отчего? От того, что ты куришь? От того, что ты поспешишь? Ну, это понятно. Я, конечно, по возможности постараюсь всё это сделать. На помощь Наталье придёт уже знакомая по первому сезону команда специалистов во главе с Татьяной Шаповаленко. Олег Токтаров, чемпион мира по боям без правил. За годы тренировок изучил десятки спортивных оздоровительных систем. Юлия Чихонина, врач-диетолог, научный сотрудник Института питания, кандидат медицинских наук. Ничто так не убивает здоровье, красоту, молодость женщины, как сигареты. Но почему-то все дружно курят. Проведём с ней сначала беседу, а потом, я думаю, что мы пропишем китайскую гимнастику Цигун. Нам нужно насытить её тканью и кислородом. Юль, есть какие-то продукты, которые отвращают человека от сигарет? Да, вы знаете, есть такой хитрый психологический момент, который можно использовать в случае с Натальей. Эти продукты действуют так, что они ухудшают вкус сигарет, просто человеку становится противно вспоминать о сигарете. Это молочные, молочнокислые продукты, кефир, йогурты. Первым встречу Натальи назначает Олег Токтаров. У него есть весомый аргумент, чтобы актриса бросила курить. Ей грозит тромбоэмболия лёгких. Это значит, однажды может оторваться тромб и перекрыть лёгочную артерию. Ей будет нечем дышать, и она умрёт буквально за пару минут. Олег смоделирует эту страшную ситуацию в бассейне. Глубина 10 метров. Под водой Олег перекрывает клапан в кислородном баллоне Наташи. Актрисе нечем дышать. Через 20 секунд Наталья что из силы рвётся за глотком воздуха. Научно доказано, что женщины, в отличие от того, что она нечем дышать в голову, что-то тикает в мозгу, то есть, паника, ужасная паника. Научно доказано, что женщины, в отличие от мужчин, не могут бросить курить резко. Поэтому доктор Шиповаленко предлагает Наташе особый метод. В этой банке ядовитые смолы, канцерогенные смолы от 3600 сигарет. Это то, что оседает в твоих лыгких за полгода. Ну вот уже запах отвратительный, ужасный. Ну вот попробуй понюхать. Оф, у меня сейчас просто накатит. Может быть, будем наливать это? Нет, я очень хочу тебе показать, какая она по консистенции. Что оседает в твоих лёгких? Посмотри. Ой! Я быстро переливаю обратно, чтобы было, видимо, ужас. Ужас просто. И закрываю. И отставляю подальше. А была чистая вода. И представь себе, что всё это в твоих лёгких. Ой. Впечатляет? Да. Ох, ужасно. Татьяна Шаповаленко дарит Наташе пачку сигарет с её фотографией на обложке и надписью. Я не боюсь рака лёгких. Вот эта пачка тебе на всю оставшуюся жизнь. Ты можешь курить день по одной сигарете, и тогда её хватит на 20 дней. Если ты берёшь три сигареты, тогда тебе, соответственно, хватит на меньшее количество дней этой пачки. Ну, эта пачка с твоей фотографией, она для тебя в жизни последняя. Давай попробуем. Я тебе её оставляю? Когда аргументы не убеждают, может сработать психологическое воздействие. Надпись «Я не боюсь рака», конечно, меня просто убило, потому что это не так. И это ещё, на самом деле, было таким моментом укрепления, так скажем, его решения бросить курить. Но курение не единственная проблема. Нервная система Натальи страдает от недосыпа. Ей не хватает главной энергетической зарядки для организма. Наташа, сколько времени удаётся поспать? По разуму, иногда пять часов, иногда три, иногда четыре. Минимальная норма сна в сутки – семь часов. Наталья не может ложиться спать раньше двух ночи. Татьяна Шаповаленко рассказывает, как можно решить эту проблему. Прежде всего, это масочка. Она одевается на глаза, и у тебя в любое время суток – ночь. Следующее их приспособление, мне кажется, оно ещё более удобное. Это беруши. Следующий пункт режима – визит диетолога. В мусорное ведро летят продукты, которые усиливают тягу к сигаретам. И в первую очередь – кофе. Но вы понимаете, что существует много других напитков, которые гораздо полезнее, чем кофе, и обладают не менее ободрящим действием. Теперь место кофе на полках займёт цикорий. Он содержит большое количество калия, что полезно для сердца и сосудов. А чтобы организм не испытывал стресс от отсутствия никотина, актрисе нужно есть продукты, его содержащие. Никотиновая кислота содержится в сладком перце и в кукурузе. При отказе от курения нужно употреблять как можно больше молочных продуктов, потому что они ухудшают вкус сигарет, и поэтому меньше хочется курить. Начинается восемь недель, за которые актриса попытается вернуть потерянные годы. Впервые за много лет вместо утренней чашки кофе – лёгкий завтрак. Всё больше не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...